Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Здравствуйте, посетители канала Процветок! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую! Давайте поговорим сейчас, уже, так сказать, когда вегетация растений понемножку приближается к финишу, о том, как мы можем продлить сроки плодоношения огурца. Огурец – культура, которая, в принципе, может плодоносить очень-очень долго. Это тропическое растение, происходящее из Индии, и оно может долго-долго отдавать плоды. И, конечно, очень обидно, когда оно быстро отмирает, и хотелось бы снять урожай еще больше, а тут начинаются какие-то проблемы с ними, и мы теряем, в общем, какую-то значительную долю урожая. Тем более, когда уже волны плодоношения огурца прошли, мы уже им наелись и уже опять соскучились по этим самым огурчикам. Ну, прежде всего, я ближе к концу скажу об особенностях продления сроков плодоношения огурцов в открытом грунте, а сейчас остановлюсь на защищенном. Прежде всего, ну и для открытого, и для защищенного грунта надо помнить правило о своевременной уборке огурцов. Не стоит оставлять где-то вот такие вот огурчики, потому что они забирают на себя питание, семена формируются, ну это такая, понимаете, капитан-очевидность банальщина, все про это знают. Поэтому правило номер один – это своевременная уборка огурцов. Именно она продлевает сроки жизни лианы. Второе очень важное правило – это с того момента, когда вы начинаете посещать посадки огурцов с целью сбора плодов, это тоже в большей степени даже касается открытого грунта, но и защищенного тоже, вы начинаете травмировать лиану, травмировать листья, травмировать стебли, черешки – это все является воротами для инфекций и стрессом для ваших растений. Если томаты на стрессовые условия отвечают ускорением созревания плодов, то, что нам в этом периоде надо, то огуречная лиана отвечает старением. Поэтому старайтесь периодически, ну не могу сказать после каждого сбора урожая, потому что кто-то убирает и каждый день, ну хотя бы один-два раза в неделю, использовать для опрыскивания и пролива ваших растений такие средства, как стимул, гулливер и другие препараты стимулирующего характера, в том числе или в первую очередь на основе псевдомонат. Это в значительной степени продлит срок плодоношения вашего огурца и кроме того поможет решить правило номер 3. Если вы не защитите ваши растения от болезней, а у меня здесь болезней до сих пор никаких нету, вообще никаких ни пероноспороза, ни мучки, ничего нету. Защищаем, биология работает. В этом случае вы, если будут здесь болезни, вы никакими танцами с бубнями, ни с щавелевой кислотой, ничем, ни какими-то суперспецифическими для огурца или кабачка, например, тыквы, методами, это все тоже касается этих растений, не продлите плодоношение, если здесь не будет нормальной защиты. Кроме того, к этой защите с помощью псевдомонатных препаратов, одновременно являющимися стимулирующими, можно еще добавить и, конечно же, препараты сенной палочки. Во время сбора огурцов, они являются предметом вашего выбора, самого главного. Ну, связанное с третьим правилом защиты от болезней, также надо, конечно же, защищать и от вредителей. Следующее правило – это кормить. Многие во второй половине плодоношения, ближе уже к сентябрю, перестают подкармливать свои растения, считая, что им уже до финиша недалеко. Но что тратиться? Нет, хотя бы делайте элементарный зольный раствор и подкармливайте ваши растения с тем, чтобы обеспечить их калием. Но и надо помнить, что подкормка азотом – это может быть минеральный азот, это может быть органический азот, это могут быть азот, фиксирующие бактерии с какими-то сахарными, хлебными, какими-то еще подкормками. Любая азотная подкормка, зеленое удобрение – все подходит. Но не занитратьте только. Чтобы не занитратьте, обрабатывайте хилатом железа. Не забывайте, что хорошим стимулирующим действием также обладают и дрожжи. Не прекращайте обработки дрожжами, если у вас нет других способов стимулировать рост растений, компенсировать повреждающее действие на лиану, сбора плодов, вот эти вот стрессы компенсировать. Следующее правило очень важное. Лиана вытягивается и стареет, низ оголяется. Когда вы снизу уже все плоды обобрали, цветков там нету, посмотрите другие ролики, не буду на этом останавливаться, это совершенно отдельная история. Скручивайте вашу лиану, укладывайте, укладывайте вниз ее, петлями такими можете даже присыпать, потому что при, вот если это середина августа, там третья даже декада августа, еще лиана вполне может укорениться и может дать дополнительное питание нарастающим огурчикам. Здесь ее спускаете, здесь ее понемножку поднимаете. Эти технологии хорошо известны. И правило, которое очень важное для и защищенного грунта, но главным образом для открытого грунта. Огурец любит тепло. В августе в умеренной нашей зоне приходят холода, поэтому огуречная теплица, закрывайте ее. Закрывайте обязательно, не допускайте сюда ночного холода. И потому что у вас листья пожелтеют, все равно болезни к вам от этого холода придут, огурец совершенно не выносит колебания температуры вот этого резкого полива холодной водой. Ни в коем случае не допускайте, потому что все это приведет к тому, что у вас огурец начнет отмирать раньше времени, начнет активно стареть. Поэтому, если речь идет об открытом грунте, то на ночь, если у вас есть такая возможность, обязательно закрывайте спонбондом. На ночь, да, на день открывайте, на ночь закрывайте. Иначе у вас огурцы пойдут крючки, горькие, и вообще лиана очень быстро постареет в открытом грунте, и вы ее выкинете преждевременно. Поэтому защита от холода является, пожалуй, главенствующим здесь правилом, потому что холода и колебания температур приведут сюда, и болезни, и стимуляторы дрожжи даже не помогут, и янтарная кислота будет кое-как помогать, но худо-бедно. А если вы обеспечите ляне тепло и кормление, это все вам даст шанс продлить максимально сбор огурца. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!